АПЛОДИСМЕНТЫ У народных депутатов Украины началось испытание большими, я бы даже сказал, огромными деньгами. В Верховной Раде начали обсуждать проект бюджета 2017. Обсуждать и делить. Ведь хотелок у каждой парламентской фракции, а еще и у мажоритарщиков, очень много. Выдержит ли коалиция, которая и так очень шаткая и хрупкая, да и весь парламент это испытание бюджетом? Давайте будем обсуждать. Я благодарю всех присутствующих за то, что согласились прийти к нам сегодня. Здравствуйте. Начну разговор с Александрой Владимировной Кужель. Я обещал, что вы будете гостем этой программы на прошлом эфире подробностей недели. И тогда мы с вами тоже обсуждали бюджет, но и вы, и я акцентировали внимание зрителей на том, что цифры были у нас очень относительные, ведь еще проекта самого законопроекта в Раде не было. Сейчас он есть, вы уже с ним ознакомились. Что скажете, первые выводы, насколько бюджет 2017 подготовлен лучше или хуже по сравнению с предыдущими правительствами? Знаете, я таки вислив, что «Найгірше моё очікувание я отримала в бюджете». Это выслав керевника бюджетного комитета США. Но я хочу сказать, что ничего не изменилось в той неделе, как мы с вами говорили. Мы только получили подтверждение. В Верховной Раде не начался рассмотрительный комитет Верховной Ради с бюджетом. В Верховной Раде было представление бюджетом. И, на жаль, не было такой серьезной дискуссии. И, что мне больше всего не понравится, что уряд не налаштован, и коалиція в том числе, сядет за стол и вишукувать те источники, которые бы дали возможность сбалансировать вопросы очень серьезной социальной напрыгии, которая притягнет этот бюджет. Сегодня пан Гройсман после Дня Уряда сказал такую фразу, что он обратится к всем, кто предлагает какие-то инициативы давать эти деньги, из-за чего это брать. И хочу сказать, что мы так делаем каждый год. Пану Яценюку я пять разов натикала на то, что нужно повышать плату ренту за транспортирование аммиака. Зникала эта цифра, я повышила ее в 2015 году в четыре раза, а сейчас уряд повышу в два раза. В том году, чтобы только торг, вы говорите, мы сейчас торговали только и в тот раз только для людей. Я говорю, пан Яценюк, вопрос о поддержке работающих пенсионеров сколько стоит? Он говорит, ну, где-то 1,8 миллиарда. Я говорю, я вам в бюджет доходную часть дарю 10. Как? Так, показываю, что если мы будем брать плату за землю договоров, которые не зарегистрированы, то это дает дополнительно 10 миллиардов. Но Яценюку ваша идея не понравилась, я так понимаю? Да, они ее взяли, но о поддержке пенсии не сняли. И это стоило 1,8 миллиарда. И это продолжается и в этом бюджете. Далее, мы говорим, давайте приймем закон про бурштин. Он дает возможность дать 34 миллиарда долларов. 34 миллиарда. Есть разные цифры, но в основном говорят, что 30 миллиардов гривен седают в карманах те, кто крышу сейчас нелегальную добычу янтаря. Оскільки, если организовать, и эти люди станут сплачивать заработную плату, подоходы, то есть если они будут зарегистрированы. Мы говорим про офшоры. Это 11 миллиардов каждый год минимально, что уходит из Украины. И много других пропозиций, что до поддержки фермеров и других. На жаль, какие есть... Дозвольте, я закинчу питание. Вопрос уже родился у меня. Я очень коротко еще хочу сказать, что для меня особо это неприятным. Во-первых, это очень серьезное порушение, снова, в отношениях по единому социальному внеску. Мы хотим навантажить на людей. Есть понимание, я думаю, в Украине катастрофы с пенсийным фондом, но снова страусинная политика. И мы не делаем изменения, а их нужно делать реформу. Сидать всем за стол и проводить реформу, потому что, когда уже практически 60% пенсийного фонда, это дотации из бюджета, это уже ничего не имеет. Что не сприймаю особисто я в бюджете? Первое, что там нет децентрализации, про которую обещали. Потому что в абсолютных цифрах, если бы 20% было распределены податки в том году, в этом году это 19,9%. Но, перепрошу, что такое децентрализация? Это когда с повноважениями вы даете на место деньги. Вы отдали повноважения. Но денег не дали. А денег не дали. Не предусмотрено. И, перепрошу, на какие сейчас предупреждают, Максим? Сплата коммунальных послуг на освободу и медицину. И второе вопрос, что они хотят с изменениями в бюджетном кодексе снять из Верховной Рады право на затверждение бюджета в пенсийных и социальных фондах. Это коррупция. Максим Кокшенко и Аликсия, вы готовы прислушиваться к подобным замечаниям, обсуждать их и вносить правки? Ну, скажу откровенно и прямо как есть. Несмотря на то, что впереди еще много работы, у нас еще целых два месяца для того, чтобы и слушать, и садиться за столом переговоров, считать конкретно на цифрах конкретные вещи, доходы, расходы, сбалансировать. Но для этого необходимо, а я сделал такой вывод, что, к сожалению, далеко не все политики в украинском парламенте буквально захотели услышать слова премьера Владимира Гройсмана, который призвал всех к публичному обсуждению проекта государственного бюджета Украины, а вместо этого они просто-напросто взяли и доперепутали. И приняли бюджетный процесс как возможность для какого-то политического пиара или как будущую площадку для возможных выборов Верховной Рады Украины, что не соответствует действительности. На самом деле у меня есть все основания полагать, что в этом году мы поставим жирную точку и больше не будем возвращаться к той позорной практике, когда бюджет на следующий год принимался, что называется, под елочку, когда вся страна стояла под риском. Ну и когда вы прогнозируете успешное голосование по бюджету? Я планирую, что в декабре месяце состоится успешное голосование, потому что все политически ответственные силы в украинском парламенте, которые не хотят ставить под риск своевременную выплату пенсии, зарплату, денежных вознаграждений. Вы слышите, из ваших уст сейчас прозвучала прошлогодняя риторика Яценюка. Мы цель уже члены. Если они возьмут вверх, то тогда мы разбалансируем полностью систему и не доведи Господь правительству не должно прийтись включить печатный станок. И когда я слышу подобные заявления от некоторых людей или даже украинских политиков о том, что нужно взять, включить печатный станок, напечатать денег и распечатать их, раздать их людям, я говорю всем таким политикам. Давайте возьмем на принтере, 3D принтере, самым мощным и самым современным, аксиерим и распечатаем мозги и выдадим таким политикам. Николай Скорик, вы согласны с теми, кто говорит, что повышение зарплаты пенсии в будущем году, согласно проекту бюджета, наконец-то догонит рост цен? Нет, однозначно нет. Я могу, вот несколько моментов. Первое, я действительно согласен с тезисом о том, что отрадно, что правительство вовремя подало проект бюджета. Я действительно уверен, вот как это идет, что, во-первых, исходя из расписания просто сессионного, у нас последняя неделя декабря она не сессионная. Поэтому я думаю, что будет принято как минимум за неделю до конца года. Это первое. Второе, что есть действительно, объективно, есть позитивные моменты в бюджете. Увеличено финансирование фонда развития регионов с 5 миллиардов до 8 миллиардов. Действительно, есть увеличение, серьезное увеличение финансирования сельского хозяйства. Это одна из точек роста украинской экономики. Но, Максим, одновременно, одновременно, вы же забираете у людей спецрежима податкувания. И там совершенно другие цифры. Они намного превышают 5-7 миллиардов. Второе, вы реально не повышаете до уровня, хотя бы уровня инфляции, вы не повышаете социальные стандарты, даже близко. Вы повышаете их в разы меньше. И последний момент в отношении реалистичности, буквально кратко. Вы говорите о том, что рост будет 3% роста ВВП. В этом бюджете заложен 2%, а на сегодняшний день еле-еле вы дотягиваете до 0,9. 0,9. Соответственно, вы не сможете... И второе, вы говорите о том, что вы не хотите включать станок, но на сегодняшний день у нас уже... У нас уже... Одну секундочку. Это вас не питает. Одну секундочку. Значит, смотрите, на начало 2014 года государственный долг Украины составлял 580 миллиардов гривен. Одну секундочку, дайте я закончу. Ну, я по полочке. На сегодняшний день... Ну, по полочке, я вам... На сегодняшний день он составляет 1,7 триллиона. К концу года он будет составлять 2,2 триллиона. А в следующем бюджете вы предусмотрели 2,56 триллиона. Это больше, чем... Интересно, где взять эти деньги? Мы сейчас продолжим это обсуждение. Николай, извините, я вас прерву. Николай, извините, я вас прерву. У нас есть неподтвержденные пока новости. Из родного для вас города, из Одессы. По неподтвержденной пока информации, мы ее сейчас проверяем. В Одессе сейчас радикально налаштованы. Настроенные молотчики вооруженные штурмуют одесскую мэрию. Андрей, мне кажется, вы можете что-то добавить, да? Да, есть такая информация. К сожалению, мы сейчас ее проверяем. По всей видимости, какие-то события происходят возле одесской мэрии. Прямо в эти минуты? Да, более 200 людей находятся возле здания с какими-то требованиями, с какими-то лозунгами. Мои коллеги-депутаты сейчас выехали в Одессу. Я думаю, что в течение времени, в течение нашей передачи мы точно получим достоверную информацию. Ну да, попрошу зрителей, просто смотрите нас далее. Мы проверяем информацию. Как только что-то узнаем, будем сразу вам сообщать. Николай, я у вас не могу не спросить. Я немного отвлекусь, ну, и в связи с этими, наверное, событиями в Одессе. А вы вообще как прогнозируете? Вы будете голосовать за бюджет? Я имею в виду физически. Вы будете в это время в парламенте? Новость вчерашняя, громкое обвинение, которое прозвучало в ваш адрес. Ну, вы знаете, я же не Нострадамус, и предсказать этого не могу. Я могу сказать одно, что мне было очень... У меня вчера я стал очень популярным в парламенте депутатом. У меня брали интервью все наши украинские каналы. И я могу сказать одно, что мне сложно как-то прокомментировать заявление вчерашнее Юрия Витальевича Луценко, потому что никаких официальных документов я по этому поводу не получал с одной стороны. А с другой стороны, я про себя знаю как гражданин и как государственный чиновник на тот момент, о котором говорил Юрий Витальевич, что я ничего незаконного не совершал. Поэтому, когда меня спрашивают, как вы прокомментируете, как вы... Я вчера был немного удивлен. Я не хочу выступать ничьим защитником, но в течение двух уже с половиной лет, вы на черном зеркале, я неоднократно слышал, постоянно требовали от и Генпрокуратуры, и СБУ расследования всех событий, которые происходили в Одессе в 2014 году. В результате... Вы знаете, я спросил об этом, когда было утверждение Юрия Витальевича в качестве генерального прокурора. Я, кстати, голосовал за его назначение генеральным прокурором. Я же задал ему вопрос в отношении этого расследования. И Юрий Витальевич мне в сессионном зале, как депутату, сказал о том, что он обязательно... Этот вопрос один из приоритетных, и он обязательно даст по этому вопросу расширенный ответ. Я считаю... Вы знаете, вот в последнее время я... Я понимаю, что это может вызвать разную реакцию, но в последнее время я на разных средствах массовой информации являюсь спикером оппозиционного блока по целому ряду вопросов. Я считаю, что то, что, скажем, наезд конкретно на меня, это связано с моей политической позицией, с моей гражданской позицией, и конкретно с тем, что, начиная с работы, с начала работы этого парламента, мы с коллегами требуем расследования 2 мая. В этом августе, и мы об этом официально объявили, что мы помогли родственникам погибших направить документы в криминальный суд, в уголовный суд в Гааге и в Европейский суд по правам человека. Это как раз те события 2 мая в Одессе. Мы требуем по этому вопросу реально независимого расследования. И то, что, кстати, главным моим таким обвинителем в парламенте выступает один из депутатов, который активно участвовал в этих событиях, это лишнее тому подтверждение. Вы имеете в виду господина Гончаренко? У нас с этим, господин, достаточно сложные отношения, в том числе и в суде мы их выясняли после посещения вашего канала. Поэтому я буду действовать, я никуда убегать не собираюсь. И меня об этом тоже неоднократно спрашивали. Я буду действовать в рамках действующего украинского законодательства. Буду защищать свою невиновность. Я знаю, что понимаю, что если Юрий Витальевич сделал такое заявление, то я понимаю, наверное, что будет такое, наверное, какое-то некое шоу по этому вопросу. Мне сложно сказать, еще раз говорю, почему именно меня выбрали в качестве такого объекта наезда. Юридических причин для этого никаких. Видимо, есть какие-то политические. Мы вас поняли. Будем следить за этой историей тоже очень пристально. Спасибо. Давайте вернемся все-таки к теме нашего обсуждения. В этом проекте бюджета предусмотрен 51 миллиард, я уточню, чтобы... Да, 51 миллиард гривен на льготы и субсидии на 2017 год. Этих денег хватит или нет? Ведь у нас количество уже получающих субсидий превысило пол страны, по-моему. 9 миллионов стран из 13. Доброго вечера. Первое, давайте начнем с позитивной новины, про которую мало кто и ожидает почути. Я хочу сказать, что до бюджета. Но мы не сподевались. Единая позитивная новина, что его майже вчасно подали. И на том и все. А если говорить объективно, то этот бюджет действительно вразит своею непрофессиональностью с точки зрения того, что он надутый, он не обрунтованный джерел надходжений, а самостоятельно он антисоциальный. Что его антисоциальность? Антисоциальность полягает в том, что мы сегодня таким бюджетом, если он будет ухвален, практически почти 80% населения страны кидаем за межобидности. Это согласно международных норм. И вот те прогнозы, которые они там прогнозуют, 1400 гривен, там минималки на кинец 17 лет. Я не помню, 1373 гривны, это минимальная пенсия, 1373. И минимальная зарплата 1762 гривны. Вот кто из депутатов считает это допустимо приемлемой нормой и будет за это голосовать? Можно я закинчу? Пожалуйста, пожалуйста, я прошу. Давайте говорить откровенно. Не будем спекуляровать на болях людей. Миша, вы говорили, я вас не перебывал. Дайте я закинчу свою думку, пожалуйста. Ну где взять больше, давайте не будем давить без. А нафиг тримати нафтогаз, який має вдруг прибуток 22 миллиарда, прокладка, яка ничего не робит, а тільки займается спекуляцией. 22 миллиарда, офшоры, конечно, там вы не хочете забирать. В 2014 году. Нет, 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 продолжает Михаил Головков. Дотация, нафтогаз, 170 миллиардов, сейчас будет 0. Думаю, что вы не бачите, где это. Мы готовы вам подсказать и, до речи, не один раз подсказываю. Особисто я вам пропонував уже, и мы с домашними коллегами зареєстрували ряд законопроектов. Их залом десь больше 150. В том числе, которые предбачают наполнение до бюджета, а самая это сумма, близко 150-200 миллиардов гривен. И можно перераховать, навіть, звідки мы их можем взяти. Это питание, звісно же, и ренты. Это питание, в первую очередь, повернення контроля держави за лотереями. Больше 10 миллиардов, есть законопроекты зареєстрованы, которые эти гроши тикают из Украины. Это питание, которое касается, звісно же, законопроекты деофшоризации и ликвидации приватных монополий. 10 миллиардов официально вывозите из Украины. И никто не хочет рассматривать. Сколько раз мы трибуну блокировали с коллегами, поднимали питание створения ТСК, никто не хочет. Перебью на короткую ставку и хочу обратиться к зрителям. Мы, кстати, в каждой программе подробностей недели рассказываем вам о некоторых статьях, которые выпускаются при наполнении бюджета. Ну, например, на этой неделе, в это воскресенье, вы узнаете, в чьих карманах осидают деньги от игорного бизнеса и нелегальных лотерей проведения. Посмотрите обязательно в воскресенье 8. Хочу сказать, что в этом бюджете мы снова раздули частину для полицейских и каральных органов, а деятельности их практически не слышали. Я вам хочу назвать цифру. Цего года увеличивается финансирование Генеральной прокуратуры до 4,5 миллиардов, в ЗАЛІ МВС до 46 миллиардов. Дальше я вам зарахую. Національне антикорупційное бюро – 773 миллиона, а Національна агенція побегания корупции – 577 миллионов, Державное бюро расследований – 640 миллионов. А вы знаете, сколько они этого года собрали и конфискували деньги? Вы сказали, что 148 тысяч гривен. Вот эти все миллиарды, которые идут на утримание этой карательной системы, которая практически больше, чем на армию, которая икра на военно-бюро, это я уже измочил. Вы знаете, Алексей, я отслухаю и думаю, что нам есть что обговорить. И есть тема для обговорения загалом. Потому что два попередні роки мы не отримали проекта бюджета. Вернее, так было. В 2015 рік той бюджет, який був визнаний геноцидный, антисоциальный, який був, до речі, ухвалений попередньою коаліцією, до якої входило 5 фракцій. Мы его отримали за 2 години до голосования. Вот такой документ отримали, и он был успешно проголосованный. В 2016 рік мы взагалі не отримали проекта бюджета. Ним помахал Яценюк перед очами и сказал, ось вам проект бюджета, голосуйте. И он также был проголосованный. На сегодня есть документ, который мы можем обговорить здесь, и не только здесь. Есть бюджетный комитет, пожалуйста, мы можем собираться там, комитет вопросов по податковой и митной политике, мы можем собираться там, региструвать соответствующие законопроекты, что и делается успешная фракция свободы. И обговорювать там ті речи, которые потом будут выносить. Я не просто перетворювать это в маніпуляции политические. Я хочу нагадать, что два года назад, действительно, нафтогаз, паня Александра сказала, была дотация на нафтогаз 170 миллиардов. Сегодня, за счет того, что схемы Онищенко были уничтожены, в том числе и Онищенко, 120 миллиардов грошей пиде и схем, и позволит запустить программу по энергоизбережению. 50 миллиардов из этих грошей пиде на субсидии. Мы должны говорить про реальные речи. Для работников медицины, сферы медицины, будет увеличена заработная плата на 20%. Для вчителей на 33%. Конечно, это не будет тот уровень заработных плат, на который ожидает сегодня общество. Конечно, это не покрылась всех податков. Но мы должны понимать, что для того, чтобы что-то додать, и увеличивать пенсии, и социальные выплаты, и заработные платы, мы должны сделать эти гроши брать. В том числе и через реализацию Броштину. Есть в первом читании принятий законопроект, и мы требуем его винисти на другий. На сегодня працюет работа группа, до которой, до речи, входят и пан Сергей Юфтушок, наш коллега из фракции Батьковщины. Мы працюем над этим законопроектом. Но в том виде, в котором он есть сегодня, он вообще не позволит залучать додатковые кошки до бюджета, тому он потребует доопрацевания. Я просто закликаю коллега до того, что мы можем собираться на бюджетном комитете, на профильном комитете. Ну, они вас услышали, Ира, спасибо. Давайте спросим, разделяет ли ваш офшимизм Ирина Ковалев, что это депутат Одесского облсовета, вы замглавы постоянной комиссии по здравоохранению и соцполитике, да, в облсовете. А вот вы в регионах, там на местах, вы видите реальный механизм повышения зарплат бюджетникам в этом году? Ну, регионы, как только были опубликованы, был опубликован проект бюджета 2017, я думаю, что все регионы, включая Одесские, просто погрязли в таком шоковом состоянии, потому что в бюджетном плане 2017 год для региона будет, наверное, самым тяжелым, начиная с 2014 года. В 2017 году на регионы сбросили все, весь балласт, который не нужен центральной власти. Это и профтехобразование, это и образование в Заголи, это и детские сады, и содержание учреждений культуры, плюс льготный проезд, то злополучное яблоко раздора, которое перепихивалось... Ира, я правильно понимаю, что вы перечислили все те отрасли, в которых стоит ждать проблем? И с выплатами зарплат в том числе? Ждать проблем депутатам областного уровня, депутатам районного уровня, сельского и так далее. Более того, в 2017 году, все мы прекрасно знаем, что у нас будут фактически в такой несовершенной административно-территориальной реформе, в полу-зачаточном непонятном состоянии, у нас будут обезглавлены области, не будет у нас губернаторов обл. администрации, скорее всего. Откуда вы это взяли? Ну, это административные планы. Откуда вы это взяли, что не будет губернатор? Он примется в Киеве, и у нас спустится все до места. Для этого надо избить Конституцию, а никаких предпочтений для этого нет. Ну, не придумывайте, чего нет еще. Я так принимался бюджет, что в регионах уже ждут неприятные сюрпризы. Я вас успокою, Ир. Читайте Конституцию, следите за конституционными изменениями. Я абсолютно не волнуюсь. Ир, я вас успокою, говорю абсолютно компетентно. Бюджеты регионов увеличатся на 25% в минимум. Я вас успокою дальше. Но, в этом году, Ир. На меня посмотрите. Бюджеты только областных власти. Я прошу прощения. В 2017 году дотация на Ботюр не включена. В этом году не включалась. В следующем году включена. 4 миллиарда на профтехобразование. Включена дотация. И депутаты областного заявления, которые поставлены перед фактом, где исходили. Существенно. Ира, спасибо, мы вас услышали. Максим и Ирина, мы вас услышали. Спасибо. Могла ли все-таки Украина существеннее повысить расходы на социальные стандарты? В проекте бюджета на следующий год. Только я прошу реальные ответы. Не популистские. Я не знаю, что такое популистские. Вы все здесь прекрасно знаете, что такое популизм. Нет, это защитие людей. Я хочу сказать, что кто-то мне... И когда соответствует объективной действительности реальности. Объективная действительность, ситый кот голодного не понимает. Это ваша объективная реальность. Ну что такое манипуляция, мы тоже знаем. Слушайте, может, давайте поговорим о бюджете. Я бы хотела сказать. По-перше, прочитайте звезд рахунковой палаты за первый квартал 2016 года. Они четко написали, что за первый квартал 2016 года индекс поживной инфляции 43%. То есть на ту гривню, на которую куповали еще 1 сечня, можно купить на 66 копеек. Вы это рассчитываете, это уже в первом квартале 2016 года. А вы говорите, что инфляция в 17 будет 8 и вы сделаете минимальную зарплату 1762. Это не ревень життя даже. Кроме того, я хочу сказать, что не знаю, как они там... Вас регионы сами закончат. А я хочу сказать за людей. Вони декольки тижнів тому, уряд відмінив постанову, яким стримував ціни на найважливіші продукти харчування. Пока на три месяца в рамках эксперимента. А в чем эксперимент? Я не понимаю, в чем эксперимент. Бо я бачила в Киеве, как людина брала, відрезала два кусочка хлеба, даже не четвертинку. Теперь на хлеб отпускаете цена. Якщо сегодня статистика говорит, что в той пенсии 1300 гривен сегодня 56% это продукты харчування. И мы еще отпускаем на хлеб, на молоко, на крупы, я бажаю, что это действительно геноцид. Там не сделано никакого кроку. Возьмите, пожалуйста, все доходы. Вы сейчас приняли законопроект вчера НКРКП. Какую вы зарплату поставили волку? Ну, прочитал вчера закон? Какая? 70 тысяч гривен. Про пенсию 1762 надо жить по деньгам. А Вовку, який нам поставили из всей комиссии. 70 тысяч гривен заработная плата. Лучше платить 70 тысяч гривен Вовку, чем воровать 120 миллиардов ежегодно из нафтага. Он уже... 70 тысяч гривен, 120 миллиардов не перебьют. Андрей! Той же Вовк только показал, что его громадская жена купила будинок нищая за 2 миллиона долларов. Так он ворует или нет? Андрей! Виноват пусть артвёрт. Да вы и большие зарплаты платите. Если украл, значит, в тюрьму. Радикальная партия своими голосами про этот бюджет поддержит тюрьму. Нет, сегодня даже речи не может быть о том, чтобы радикальная партия поддержала этот бюджет. И я хочу привести только один маленький понятный пример для всей аудитории, для того, чтобы мы до конца осознали, что на самом деле какой документ подал. Я согласен со своим коллегой, что действительно это здорово, что его подали именно в сентябре месяце, а не 30 декабря, как обычно. Один пункт, который говорит о том, что на энергосбережение в 2017 году предусмотрено 800 миллионов гривен. 800 миллионов гривен. А второй пункт говорит о том, что субсидии у нас будут 48 миллиардов гривен. То есть, другими словами, субсидии и дотации. 48 и 800 миллионов несравнимые вещи в 52 раза. Вот о чем идет речь. Вместо того, чтобы дать возможность населению Украины поставить нормальные окна, поставить нормальное утепление на свои жилища, оплатить это 80-90% от их стоимости, чтобы каждый мог в своих домах сохранять тепло и, соответственно, потреблять меньше газа, наше замечательное правительство и наша уважаемая коалиция придумала шикарный ход. Дать возможность, заметьте, не передавая деньги населению напрямую из государственного бюджета, финансировать все компании, которые поставляют газ, тепло, воду и все остальное. Что это называется? Монополизм. Это называется государственный монополизм. Но если бы он еще был государственный. Но мы же знаем о том, что все эти компании принадлежат кому? Олигархам, частным лицам и тому парламенту, который по большому счету руководит сегодня той коалицией, которой сегодня нет. Мне, как депутату, никто не показал 226 голосов. Я знаю почему. Их просто нет. Поэтому вы начинаете, как обычно, за здравие, а закончите, как обычно, за упокой. Сергей Каплина, вам как кажется, за здравие или за упокой закончится эта бюджетная гонка? Ну, первое, я хочу сказать, что к вам попасть было очень трудно. Канал буквально оккупирован неизвестными абсолютно людьми. Я так понимаю, и покинуть студию также будет очень сложно. Ну, насколько нам известно, проплачено за два часа. Постоят и уйдут. Поэтому я предлагаю тут начать все работать в режиме бесконечного марафона. И у нас будет время обсудить бюджет. Вы просто закладываете больше денег для повышения соцстандартов, тогда люди за 200 гривен не будут ходить на акции протеста. Это все, что я хочу об этом сказать. Что касается бюджета, вот вы все тут, подавляющее большинство участников, пришли с бумажками, да? А я вот был вчера в Днепропетровске на одном из металлургических предприятий, и рабочие мне дали эту каску. Каску одного из металлургов, который получил серьезнейшее повреждение, это демонстрация того, насколько сложен труд этих людей. В общем-то, сложен труд и тех, которые работают на земле, тех, которые работают под землей, шахтеров, металлургов, всех. И предыдущее правительство Яценюка, к сожалению, забрало у этих несчастных металлургов в отдельных категориях профессий возможность чуть раньше выходить на пенсию. Забрало все льготы, все соцстандарты. И я передам эту каску Гройсману с депутатским обращением, и я призываю вас подписаться под этим обращением, и Радикальную партию, и Батьевщину, и ОПО-блок, и Блок Петра Порошенко, и защитить этих людей, которые сегодня на своем горбу спасают свободу, разумеется, спасают нашу страну от деиндустриализации и от уничтожения промышленности, от уничтожения экономики. Это первое. И следующее. Что касается... Буквально одна минута. Что касается данного бюджета, он в принципе не может быть положительным, перспективным, адекватным. Почему? Потому что бюджеты пишутся тогда, когда в течение года правительство, которое имеет высокий вотум доверия и мощную коалицию, и поддержку людей, предоставляет народу программу действий, как минимум на 10-15 лет, и плант свою программу на год. И вот тогда формируется бюджет, как финансовый документ данной программы. Вторая составляющая. Я вас очень прошу. Я вас очень прошу. Так объясните как? Я не понимаю. Господин, я вам объясню, если вы не будете перебивать. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Наша страна может иметь два бюджета. Саша подтвердит мои слова. Нужна очень жесткая, серьезная политика деиндустриализации и борьбы с коррупцией. На контрабанде, на обнальных схемах, на других вещах можно сегодня собрать деньги, для того, чтобы дать не эту мизерную нищенскую зарплату для рабочих и крестьян. 1700 гривен. О чем вы вообще говорите? Как на эти деньги может прожить человек? Сегодня в разы, подчеркиваю, не на 10-15-20 процентов, а в разы нужно уже завтра поднимать зарплату и пенсию, стипендию, чтобы люди просто выжили. Политики замолкают. Своё слово должны сказать эксперты. Александр Ильич Меделов, хочу начать с вас. Я хочу обратиться к политикам. Ваша оценка бюджета. И оценка, и вопросы будут сразу. Мы говорим о бюджете, как бы сбалансированном документе. Это доходная и расходная часть. За счет чего они будут его наполнять? В этом бюджете, опять-таки, предусмотрено увеличение налоговой нагрузки. В первую очередь, за счет акцизов, налогов, всего остального. Для предприятий 19 процентов, для населения 14 процентов увеличение налогов. Сейчас, если посмотреть статистику за январь-сентябрь, ГФС идет чуть ли не с преувеличением, перевыполнением той нагрузки, которая есть. То есть налоги и сборы взымаются. Что мы будем иметь? В тот момент, когда у нас действительно Украина уходит больше в тень, А акцизы и налоги поднимаются. Что у нас? У нас тогда отрасли, как, допустим, спирт, уходят в тень, Начинается фальсификат, сигареты начинаются фальсификат, Контрабанда, все это остальное никуда тоже не девается. Если люди нищие, и у них есть спрос на дешевый товар, Им его начинают предлагать некачественный, Это все большая-большая проблема. За счет того, как его будет... То есть вы предлагаете налоги уменьшить, да? Я о том, что он должен быть сбалансированный. Сейчас налоги... В прошлом году уменьшили единый социальный налог. И что получается? Дефицит пенсионного фонда. Дефицит пенсионного фонда. Да не надо говорить, что все уходит в тень. Понимаете, вы начинаете... По статистике официально, официально в нашей стране, Это как анекдот. В нашей стране упало потребление Крепкого спиртного водки. Такого не может быть, в принципе, в нашей стране. Николай, хорошо, секунду. Николай, скорее всего, оно у нас не упало. Просто рынок уходит в тени. Последний трагический пример... Последний трагический пример, Казахстанской области за последние сутки 1-11 человек. Александра затронула тему ренты, да? Чем он занимается? О том, что там рента на транспортировку аммиака, там сейчас лес, янтарь. Вопрос другой. У нас снимается рента с добычи газа нефти. Это 10 миллиардов гривен. Куда девается? Ну, это неправда. С чем я не согласен? Нет, речь не идет о том, что она снивается. Ну, снижение идет... Ну, снижение, но не снятие ренты. Снижение, потому что работа в налоговом... Максим, Максим, простите, пожалуйста, критиковали повышение ренты. Я сняю любое напряжение. Ну, если вы посмотрите... Это манипуляция называется. Снятие ренты и снижение это разные вещи. Понимаете, будьте точными терминами. Если вы помните, Анищенко звинувачивали в том, что он не сплатил ренту. Если вы посмотрите звезд рахунковой палаты за первый квартал, там написано из того, что ожидали отримать от всех предприятий по ренту, отримали там 1 или 2%. То есть, податково сделали реструктуруизацию всем предприятиям по сплате ренты, потому что, когда они ее подняли, они не имели убеговых денег на то, чтобы сплачивать тот податок, который ввели. То есть, государство от этого ничего не отримало. Владимир, у меня вопрос в другом. Мы эту часть разговора назвали торги на выживание. Александра, вы мне мешаете, извините. Эту часть разговора мы назвали торги на выживание, намекая на то, пройдет ли коалиция в первую очередь испытания бюджетом. Как по вашим ощущениям? Что касается торгов. Торги начинаются не перед первым стенем. Я думаю, все депутаты прекрасно понимают. Первое чтение – это эскиз, проект бюджета. Вот когда его принимают в основном, только после этого начинаются торги. По отраслевым балансам, каким отраслям дать больше, за счет чего сэкономить. Особенно сложные торги. Пензенек подсчитал, что там хотелок на 410 миллиардов гривен. Я вам скажу так, будем откровенны. Мы наблюдаем вот эти бюджетные процессы уже практически с первых лет независимости. Я не помню ни одного раза, чтобы они называли бюджет антисоциальным. Все время называли. Не было ни одного бюджета, который бы не критиковали. Да, поэтому, что касается сбалансированности бюджета, всегда проблема со сбалансированностью. Он не захищенный раздутий, и он не большевый. Слухайте, и про раздутий. Вы вот те же сами аргументы, я чую каждый рік. Я думаю, что голоси за бюджет будут. Вот тут радикальная партия сказала, мы не будем голосовать. А я помню, минулий рік за 4 часа до голосования за бюджет особисто Олег Валерьевич Ляшко казал, не будем голосовать. Група Відрожжения сказала, не будем голосовать. А проголосовали, и бюджет ухвалили. А вы знаете, почему? Кирилл, как вы оцениваете слово? Кирилл, как вы оцениваете старт бюджетного процесса? Ну, вы знаете, я так смотрю по дискуссии, наверное, правительство Гройс давно пожалело, что оно вообще внесло этот проект в бюджет. Надо было по старинке, по проверенному. Я не с удовольствием, мы сделали это, как я ценю. Просто, с одной стороны, давило МВФ этим траншем требовалось, чтобы внесли в сроки. С другой стороны, наверное, так как нет голосов на сегодняшний день у коалиции, они просто будут пытаться за этих 3 месяца найти голоса. Внесли бы до рассмотрения в МВФ. Да, но на сайте он так и не появится. Подождите, опять-таки, говорите честно, потому что внесли после того, как МВФ дал уже транш, а не до. Поэтому, на самом деле, этот бюджет не особо отличается от бюджета предыдущего года, каких-то особых к нему требований, я не знаю, какие можно даже выдвигать. На сегодняшний день мы не увидим какого-то колоссального роста уровня жизни, это всего лишь 170 гривен к минимальной зарплате. Это никак особо не отразится на, собственно, жизни простого человека. Что будет непонятно, где брать деньги на субсидии, потому что я уверен, что к пику отопительного сезона будет намного больше заявок на эти субсидии. И где брать деньги, наверняка мы только придем к печатному станку. Во-вторых, средства, заложенные в спецконфискации, ну это только какой-то ноу-хаус, заложить те средства, которых, в принципе, еще по факту нет. Это спецконфискации буквально через пару минут, как и о том, Я думаю, что, на самом деле, правительство Гройсмана особо не собирается выполнять этот бюджет, поэтому оно подало какой-то проект для того, чтобы создавать бурную видимость и имитацию этого процесса. И, по факту, даже я не уверен, что сам Гройсман будет отчитываться через год, и выполнять этот бюджет. Наверное, у нас уже будет другая проекта. Спасибо большое. Мы слышим велетенскую купу демагогии с боку политиков и абсолютно дедостоверных фактов. Ну, одна, шановная паня депутата, сказала, что из бурштина, небо-то, можно выяснить за год, или весь час, 35 миллиардов долларов. Это, в целом, фантастичная цифра. Это уже фантастичная цифра, потому что это десь до рівня речному бюджету. Может, из других мест можно вытягнуть такую цифру. Это просто звук пустий, порожний. Потом, другие, у нас начинают рассказывать, что бюджет не социальный, да? Ну, официйные данные, на 10,2% поднимаются социальные стандарты. Это больше, чем закладена инфляция, 8,1%. То есть, приблизно, трех, значит, трех. Мы вас слушали, мы вас слушали. Мы вас тоже слушали. И в тот же час, подивиться на ключевые страты, которые есть на утримании державного бюджета. Вчителям 33% – это значительно больше, чем ревень инфляции. Это практически серьезное повышение их уровня жизни. Лекарям 20% – это снова-таки выше, чем 8%. Еще одна была демагогия, яка прозвучала, что, наверное, инфляция с начала года 43%. Ну, это тотальная демагогия. Поревняйте цены на 1 сентября. Индекс споживчих цін и инфляция, хотя бы разбирался, что это неизвестный. Добрый, индекс споживчих цін. Я вам скажу, что индекс споживчих цін с того часу немае, близко 43%. У нас дефляция протягом последних трех месяцев. Это повная и тотальная брехня. Потом тут рассказывают про пенсии. Знов-таки, демагогия. Что необходимо пенсийный век. Слушайте, дайте ему зарплату 1700 и хай проживе. Значит, что пенсийный век. Знаете, про зарплату я вам счастливую. А мы сидели на 4500, вы на такие деньги не живете. И этот час говорит про то, что необходимо пенсийный век сниживать. Ну, вы, шановные, как это можно сниживать пенсийный век? Прекрасно живут в Европе 66-68 лет пенсийный век. Значит, у нас умовы життя у них саме, потому что они працюють, а не сидят. Вы знаете, пенсионеры уходят на пенсию и им скучно там. Это дурист. Приехали зараз. И надошли в какой-то район на подвищение пенсии целевым притяжом. И вы увидите, что для области выстачит. Это грошей, чтобы суттево подвищать пенсии, если те присутные тут депутаты, хотя бы... Александр, предложение очень интересное, но, боюсь, что очень неконструктивное. Александр, теперь вам слово. Это все даже не по пути. Чего-то не аплодирует, Саша. Хотел немножко разбавить накал стрессы. Вы знаете, в него я иду. Выстрелят пенсионеров, мабуть. Я отключу вам микрофон сейчас. И студентов, и студентов забратистие. И работники вы. Александра Владимировна и Сергей Каплина, я прошу вас прощения. Ваши микрофоны сейчас будут отключены. Александр, пожалуйста. Я хотел донести глаз народа, мнение людей о том, какие именно проблемы они считают наиболее актуальными. И что особенно заботит их в этой жизни. И вот опрос, который мы провели в конце августа, в начале сентября, показал, что среди социально-экономических проблем наиболее остро является проблема высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И эту проблему указали более половины респондентов. Я хочу добавить только то, что сегодня проблема роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги приобрело новое качество. Раньше это было просто тяжелые, серьезные расходы для людей. Сегодня проблема роста тарифов, она приобрела очень сильно, превратилась в мощный стрессогенный фактор. Людей пугает та стремительность и непредсказуемость, с которой происходит изменение роста тарифов. И люди уже не узнают, когда именно произойдет очередное подорожание квартала коммунальных услуг. Но их пытаются успокоить тем, что субсидий на всех хватит, и монетизацию льгот уже придумали. Кстати, спасибо, Александр, мы поняли. Монетизация льгот, о ней, о ней уместно говоришь, что этот процесс начнется уже в 2017 году, будет запущен. Уместно, не начнется. То, что сейчас уряд заплановал на этот год 9 миллионов семей надать субсидии, если мы рассчитываем в среднем 3 человека на одну семью, это 27 миллионов людей. Это больше, чем половина страны, это не раз. Жодная экономика столько не потребует. Но закрывать, Михаил, эти дырки нам предлагают в проекте бюджета на следующий год. В том числе и от денег, которые еще предстоит отвоевать. Я говорю о законе о спецконфискации. Можно ли закладывать в проект бюджета на следующий год деньги, которые так сложно получить? Можно ли получить эти деньги? Да, на них рассчитывали еще в этом году, но так и не получили. И вообще, что за страсти у нас происходит вокруг закона о спецконфискации? Пять вариантов его уже написали. Европа критиковала не один. Народный фронт сантажирует своим выходом. Давайте разберемся в этом вопросе. Давайте. Можно? Александра, как вам кажется, почему не могут принять так долго этот закон о спецконфискации, о котором так долго говорят? Знаете, меня очень сильно поразила ситуация конкретно четверга. Потому что это более продуктивный день в Раде. Пятница мы видим опять пустые трибуны. Вообще считалось, что народный фронт со спецконфискацией носится как со священной коробой. Просто, ну прям, обязательно дело проголосовать. И внутри коалиции явно шли торги. Но я напомню, до парламентских каникул они даже угрожали распуском парламента. БПП поддерживает закон о спецконфискации взамен Народный фронт, обеспечивает голосами это Государственную службу и НКРЕ. Государственная служба и НКРЕ проголосованы. Спецконфискация трижды, по-моему, ставилась в четверг, не проголосована. Соответственно, внутри коалиции опять-таки нету договоренностей, которые соблюдаются. Поэтому, когда мы говорим о том, что за бюджет точно будут голоса, я действительно, ну пока, я согласна, что торги будут не сейчас, они будут потом. Но по факту, коалиция не работает, так как они договариваются. Ирина, Ирина, нет договоренностей, да, на сегодняшний право Александра или нет? Ну не коалиция, если посчитать. Неважно как, голосуй. Владимир, у нас парламентская президентская, у нас наличие коалиции по поводу обязательных решений парламента. Это называется ситуативное большинство, которое было всегда, при всех правительствах и при всех коалициях. У нас коалиции нет де-факто и де-юры. Да какая разница? Ирина, я не знаю, что вы подтверждаете слова Александра о том, что нет у вас договоренностей с партнерами на сегодняшний день. Я хочу зазначити, что, например, я не голосовала за законопроект про спецконфискацию. Поясню, чему. Насправді все просто. Мы не отримали висновок профильного комитета. Мы не отримали висновок ГНЕО. Мы не отримали висновок, ну, по новоподанному законопроекту, комитету з питань боротьбы з корупцией. Я, як член комитету по захисту прав людини, хочу розуміти, что написано в тих висновках. Хочу побачити той законопроект и зрозуміти. Буду я его поддерживать, или не буду. Бо для меня сегодня залишается загадка, что там самое написано и какие висновки будут в профильных комитетах. Больше того. Дуже важливым, я перше, это то, чтобы все происходило по процедуре. И второе, что не меньше важливое, это то, чтобы этот законопроект не порушил ані права людини, ані права властности. Мы понимаем, что права властности... Кстати, понимаете, простым украинцам то и интересно, будет ли нарушать законы с конфискацией и их права. Во всем этом мы разберемся уже в следующей части нашей программы. Пожалуйста, ждите. Это «Черное зеркало», мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Продолжаем разговор о том, что скрывается за ширмой закона о спецконфискации. Насколько этот закон опасен для простых украинцев и почему его переписывают уже в пятый раз, но все никак не могут дойти до голосования. И все-таки, что за печальная судьба у этого закона о спецконфискации? Насколько были плохи вот эти пять редакций его? И будет ли он все-таки принят? Андрей. Ну, идея абсолютно правильная. Дело в том, что те деньги, которые находятся в Украине, те деньги, которые находятся на счетах в государственных банках, и которые доказаны следствием, доказаны банковскими проводками, были заработаны Бандой Януковича нечестным путем, они, безусловно, должны пойти... Давайте называть вещи своими именами, они были наворованы. Они были наворованы. Они, безусловно, должны пойти в бюджет Украины. Для всех бюджетных нужд. И, безусловно, когда мы первый раз услышали про закон о спецконфискации, мы поддержали его. Но что удивительно происходило дальше? Как минимум 20% БПП, как минимум 10% Народного фронта и другие фракции не поддерживают его, даже не включают повестку дня. Мы внимательно его изучили и дали свои предложения. Первое. Закон, который сегодня нам предлагалось включить повестку дня, я называю закон без суда и следствия. То есть, другими словами, постановлением следователя, которое ведет какое-то уголовное дело, где нет решения суда, имеется, дается право следствию арестовывать имущество, арестовывать денежные средства, арестовывать финансовые средства, находящиеся на счетах всех физических и юридических лиц без разбора. Раз. Второе. Любой закон должен иметь какой-то конечный временной отрезок. На сколько вводится спецконфискация? Навсегда или на 5 лет? Кому она может применяться? Кому она может применяться или нет? Следующий вопрос. В каких размерах спецконфискация начинается? От 5000 или от 50 миллионов? То есть, другими словами, вполне логичные, простые, нормальные, человеческие вопросы, которые у нас возникают к этому законопроекту. Поэтому мы внесли свои предложения и обратились к коллегам по парламенту, уже даже не к коалиции, а по парламенту. Дорогие друзья, мы поддерживаем нашего премьера, который выступал и в своей речи буквально на прошлой неделе, просил, требовал, умолял депутатов поддержать этот законопроект. Мы его поддержим с большим удовольствием, но пусть он будет реалистичным. Давайте немного подробнее о рисках для простых украинцев. Николай, например, бизнесмену среднего звена, грубо говоря, из Житомира. Нужно опасаться на принятие этого закона? Опасаться его нужно практически всем, потому что фактически закон о спецконфискации можно применить к любому человеку, против которого возбуждено уголовное дело, и прокуратура имеет подозрение, что эти деньги нажиты определенным путем и так далее, или эти активы. И они не просто арестовываются, они конфисковываются, продаются. И если ты потом оказался невиновен, тебе ничего не возвращается. Вот то, о чем сказал мой коллега, если бы речь шла о том, чтобы те облигации, которые находятся в государственном банке, которые признаны, что это облигации принадлежат Януковичу и его окружению, на эту сумму списывался бы, уменьшался государственный долг, никаких вопросов не было, и наша фракция бы за это проголосовала. Но, во-первых... Точно? Можно вас поймать на слове? В фракции проголосуют? Можете поймать на слове. Если это будет именно так, мы за это проголосуем. А они с дисконтом продать? И мы обсуждали это на фракции. Но госдолг не уменьшается, они собираются дальше эти облигации с дисконтом продать. Мало того, вводят абсолютно незаконную антиконституционную меру, потому что конфискация... Я не юрист по образованию, у нас вот коллеги-юристы, мы обсуждали этот вопрос на фракции. Конфискация это отдельное наказание, наряду с тюремным сроком, которое предусматривается по отдельным статьям. Конфискация твоего имущества. Уже в то время, когда вина доказана. Когда доказана. А тут нету презумпции в невиновности. Это распространяется на всех. И даже если ты потом оказался невиновен, тебе ничего не возвращают, перед тобой просто извиняются. Ну что же это за закон? Максим. Коллеги, сниму страшилки перед всеми людьми и обществами. Для этого я прочитал специально в последней редакции правительственные законопроекты спецконфискации. Там предусмотрены все гарантии, все предохранители по защите и сохранности права собственности. Первое и самое главное. Закон направлен не в будущее, а в прошлое. Речь идет только об украденных конкретных делах Януковича. Давайте так и сделаем. Раз. Второе. Второе предоставление. Почему тогда это закон не называется возвращение денег украденных Януковича? Он называется не спецконфискацией, это его так в народе назвали. Он называется проповернение незаконно сдобутых, нажитых злочинным шляхом активов у властниц державы. Вот его новое полное название. Это раз. Второе. Серьезный конкретный предохранитель. Вывели в новом законопроекте из уголовного процесса в гражданско-правовой. В гражданско-правовой. Третье. Только спецконфискация в гражданско-правовом процессе, если это наказание по уголовному делу. Только в результате и по иску за подписью лично генерального прокурора, либо же руководителя НАБУ, либо же специализированной антикоррессионной прокуратуры. Следующий, третий за побежных. Исключительно вылучение в дохид державы за решением суду, которое проводится в открытом режиме. С обязательной публикацией даты рассмотрения суда, конкретно сторон и чьих идет дело. Следующий, очень важно, друзья, на кого распространяется? Только в отношении тех лиц, которые более чем полгода находятся в международном розыске Интерпола. Ничего подобного. По конкретному перечню преступлений. Это 191 статья. Ничего подобного. Кищение государственных средств в особо крупном режиме. Это создание банды с целью обогащения. Есть у меня только одно замечание. Очень многих пособников Януковича Интерпол в розыск не объявляется. Ссылаясь на то, что это политическое преследование. Александр, вот послушайте. Следующий, речь не идет о государственных облигациях. Конкретно полтора миллиарда долларов, которые находятся на счетах украинских банков. Поэтому я ожидаю, я ожидаю и надеюсь, что доходная часть бюджета в 2017 году от возврата украденных денег Януковича будет гораздо больше, чем 10,5 миллиардов. А почему за 2,5 года? Вот у меня маленький вопрос, Максим. За 2,5 года. Почему было не доказать... А потому что вы не голосуете, Николай. И мне очень жаль, что вместе с вами не голосует батькивщина. И мне жаль, что вместе с вами не голосуют некоторые народные депутаты, которые не успели разобрать. Александр, послушайте, мы только с вами не голосуем, друзья, не хором, не хором. Александр, складывается впечатление, что очень даже хороший законопроект, в котором учтены все, в общем-то... А вы мне говорили, что ваша франция выступает в России. Я хочу сказать, что мы 100% поддерживаем законопроект, который даст возможность забрать незаконные активы и передать их до бюджета. Но мы проанализовали, это остальная редакция, которую мы проанализовали в комитете Кожемякина, вы знаете, это правоохранительной деятельности, те важные, которые есть в этом законопроекте. Ну, по-перше, я поддерживаю тут мою колледжанку из Верховной Ради, которая сказала про порушение регламенту. Есть такая норма, если я как депутат несла законопроект, або уряд, его рассматривают на комитете, и если комитет его не рекомендует до рассматривать, его просто не включают в порядок денный. Я могу сделать все, что угодно, но его не включают. Почему законопроект, который протягивает в данном случае Народный фронт, требует, чтобы его включали в порядок денный, если его не рассматривали на комитете. Была среда, была возможность на комитете рассматривать, но что они сделали? Они забрали из комитета Кожемякина, в котором он был все пять раз, и передали несвойственному комитету, комитету правосудия Князевичу, который является представителем БПП, и, то есть, он подаст эту редакцию, которая необходима. Что мы проанализовали? Про-перше, действительно, я поддерживаю, чтобы больше перевели это в цивильный процесс. Поэтому Князевич, а не Кожемякин. Стоять. Однако, застережения, выкликают статью 96.1 и 96.2. Это внесение изменений до Криминального кодекса. Застережения специалистов, фаховцев, говорят про то, что только в лютом 2016 году была полностью погоджена изменения этих статьй с Европейской комиссией, которая торкалась безвизового режима. И когда мы зателефонировали вчера и сегодня в Европейскую комиссию, то, что была эта редакция погоджена с Европейской комиссией в частине безвизового режима внесения новых изменений, они сказали, что это неправда, никто с нами не погодживал. Это неправда была озвучена, что они погодили. Потому что Европейская комиссия сказала, что нет нашего погоджения, мы данную редакцию не видели. А с Европейской комиссией вообще долго можно играть в подобного рода игру? Нет, очень легко, потому что они следуют этой статье в Криминальном кодексе, чтобы они соответствовали европейским нормам. И последние изменения в 96.1 и 2 внесли в лютом 2016 году. По-другому, предлагаются изменения в Криминальный процессуальный кодекс в 174 статью прим новую сделать. Знову называется она «Накладание арешта на активы». Но такая статья есть, она имеет номер 170 и называется «Накладание арешта на майно». Если в одном кодексе будет две статьи, которые говорят про одни и те же, какие вы используете нам арешты на майно на активы? Александра, общий вывод. Простому украинцу эта редакция законов опасна или нет? Я хочу сказать, мы должны, чтобы этот законопроект торкался государственных службовцев и связанных с ним людей, а не бизнесу. Повязанных с ним людей, государственных службовцев. И не только той влады, что была, а какая есть и какая будет. И чтобы он применялся для государственных службовцев, которые и есть воровство. Потому что вкрасти с бюджета и накопичить такие деньги, может не бизнес. Бизнес только им сплачивает. А можно только что-то? Паня Александра, а вот как бы быть с грошами Курченко, например? Сейчас много разумов. Я вам ответил, сейчас закончу только речень. Это же бизнесмен формально. Я вам закончу речень. И поэтому этот законопроект должен быть... Я поддерживаю 100%, что деривативы не можно забывать. Они полтора миллиарда лежат в Ощадном банке. Это Арбузова и Януковича. На их сумму надо погасить внутренний борг Украины. Если есть другие деньги, пожалуйста, арештовуйте. Но есть тут проблема. Вы говорите, страшный защит в судах. А я предлагаю долг Януковича не признавать. Пусть сам платит. Из своего кармана. Нашими с вами деньгами. Так погасить это и не признавать. А долги Януковича не признавать. Это долг государства перед деривативами. Не перекручивайте. И поэтому тут есть еще один очень опасный пункт. Это когда дозволяется... Вы объясните людям, что такое дериватив. Нет, нет, нет. Получать высшее экономическое образование зрители сейчас не должны. Это цены паперы, которые Янукович и Арбузов купили у державы, вкладывая деньги, это практически деньги, но они дают очень высокие процедуры. И вместо того, чтобы их не выплатить, их надо погасить и уменьшить государственные долги. Я хочу сказать, что тут есть небезопасное. Зверните внимание. Правоохранные органы могут бесконечно обратиться к суду, требующие арештов. То есть, пока они его не додавят. Раз отмывал, два отмывал, три отмывал. То есть, нет процесса застережения. И поэтому я готова ответить на вопрос. Там такого нет. Понятно. Прокурчук, вы сказали, что только госслужащим, которые ворвались в бюджет. И связанных с ними человек, я сказал. Нет, 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 но вы сказали, что к бизнесу нельзя. Ну вот был бизнес. И связанных с ними человек. Я перепрошу, если Курченко был шунтом в фирмах многих известных людей, и если его бензин сегодня Диспалова кто-то вкрав с Одесского завода, и мы не можем найти на 300 миллионов Диспалова, мы не можем под этот закон дать... А кто украл? А мы не знаем, это только правоохранные органы могут сказать. Нет, это нужно прямо говорить. Скажите прямо, Сергей. Ну, первое, этот закон можно... Александра, дозвольте, пожалуйста. Этот закон можно было смело переименовать в закон про то, как врятовать от тюрьмы Пашинского. Первое. Это первая редакция. Я был нещодавно в Одессе, встречался там с трудовым коллективом нафтопереробного завода, который своего часа уезжал в Курченко, а нафтопродукты, которые там сохранялись, отжал Тищенко вместе с Пашинским. Порушены криминальные проведения, но я считаю, что прокуратура очень квола и непоследовательно расследует эти вещи. Я в этом считаю политическую мотивованность. Ну, через то, что в разе посадки Пашинского разрушается так называемая коалиция. Это второе. Третье. Я принагидно обратился к премьер-министра Украины, к уряду с тем, чтобы создали рабочую группу, подготовили законопроект и национализовали нафтопереробный завод в Одессе и запустили этот завод. И четвертое. Я внесу такий законопроект на поточном тижне. Вы готовы подписаться. И вы так само. И облгазы. И облгазы. И облэнерго. И другие коррупционеры. Сгадайте Майдан. Первые недели после Майдана. Фактически именем революции делали то же самое, Яценюк и компания, что предупреждается нынешним законом, который, возможно, будет принят. Какие результаты? Майданевцы, их генералы, Аваков, Пашинский, Турчинов, Яценюк, стали миллиардерами. Вы хотите еще один закон, через который они станут мультимиллиардерами? Тогда давайте его проголосуем. Выборы в Верховную Раду, новая коалиция, новый премьер. И только после этого принимать такие законы. Но необходимость принимать этого законопроекта объясняет еще наполнением госбюджета на следующий год. Михаил, напомните, какой сумм идет? Сьогодний борг сегодня... Сколько заложили в следующий бюджет? 10,5 миллиардов. Так как в этом году и на этот год они снова закладывали 10,5 миллиардов. Я уже говорил, что попереднюю выступающую, что мы этого года собрали спецконфискации, 148 тысяч гривен. Это из 10 миллиардов, которых они заклали в бюджете. Можно прогнозировать, что это дирак, который закладывается в следующий бюджет? Я хочу сказать, что оппонентам, которые говорили, чтобы бюджет не был раздутий, что у нас инфляция очень 8%, на самом деле это неправильно. Мы только в бюджете заклали рост падения гривней и до доллара, до 28 гривен практически раз. Это, если бы пораховать эти 3 гривни сегодня в сукупном эквиваленте, это уже будет больше 10%. Автоматично увеличивается в сукупный бюджет. Это политоула. 111 миллиардов. Мы этого года только обслуживание государственного бюджета. Мы запозичаем снова 175 миллиардов, черговых, и, до речи, и по 16 миллиардов по специальному фонду. Она даже не знает, куда они эти гроши мают идти. 41 миллиард держава снова запозичает в Нацбанку. Это на рахунок тем, кто сказал, что не будет станок включен. Будет включен станок. Гонтарева с этого года включает на 41 миллиард. И в этом году она включала. И в этом году и наступный год закладает. То есть, порахивая 240 миллиардов, страна должна только уроку дать бюджет. Разом мы порахуем это больше, чем 50% бюджета. Давайте об этой сумме, которую рассчитывают вложить в бюджет. Напомню. Подождите, говорили о многомиллиардных хищениях Януковича в долларах. Почему сумма 10,5 миллиардов в гриву? 10,5 миллиардов говорят, что они сами не верят, что они про что говорят. Потому что они говорят, что 1,5 миллиарда вкрав Янукович, а закладывают лише 10 миллиардов, которые могли бы закласти 40 миллиардов, если говорить по курсу. Это они сами себе не верят. Они сами, они дурят и нас, и все общество. Хорошо. Ирина Суслова. Ирина Суслова. Представим, что законопроект о спецконфискации принят. Будут деньги возвращены украдены Януковичем в Украину? Вы верите в это? Вы знаете, насправді, это очень важно сейчас сказать, потому что мы понимаем, что этот законопроект ставят на голосование уже протягом полтора года, и остальных, если они помылились, он постоянно не находится голосов на то, чтобы быть вынесены на розгляд, а выносится и не отримает поддержки. Я думаю, что было 5 редакций с завидным упорством на народный фронт не хочет переписывать. Вы не прислушивались к замечанию. сегодня для нас, для нас всех, я так зрозумела, что для моих коллег так же важно просто отримать текст документов, отримать висновок науково-экспортного управления, отримать висновок профильного комитета, комитета по борьбе с коррупцией. Мы отримываем все висновки и сделаем для себя висновки. Если то, что говорит мой коллега Курич и отвечает действенности, то почему нет? Если этого нет, то я вам скажу, что навряд ли найдется в парламенте большинство, которая его поддерживает. Вот и все. Я знаете, что сегодня Олексей, я хотел сказать что сегодня владею ничего не заважает Максим, я только закинул. Ничего не заважает забрати гроши Януковича до государственного бюджета. Мают все для того умов. Первое, мы ухвалили про заочное судочинство. Раз, есть закон? Есть. Почему вы его не застосовываете? Будь ласка, заберите. Другой, есть генеральная прокуратура, есть милиция. Арештуйте рахунки, поверните в государственную власть. Не 148 тысяч за год, а это 1,5 миллиарда. Я приведу последний пример. А я с вами распараналусь в политической воле. Два с половиной года Литва пыталась нам выдать деньги, украденные попередниками, 52 миллиона евро. Латвия, извините. Латвия. В результате они пополнили что? Бюджет этой прибалтийской страны. Окей, президент Порошенко уже договорился, что вроде бы эти деньги будут возвращены в Украину. Второй пример. 61 миллиард долларов, которые это еще деньги Арбу... Напомните. Лазаренко. Лазаренко. Ну, уже сколько? Они лет 15 висели на каких-то странных государствах. И в результате пополнено... И никто из наших правоохранительных органов более 10 лет даже не занимался этим вопросом. Не занимались. Извините. Извините. Так, нужен ли нам закон о спецконфискации, если мы и так ничего не делаем, чтобы вернуть эти деньги? Именно поэтому закон и необходим, потому что это вопрос справедливости. Это вопрос не только фискального наполнения доходной части бюджета. Это вопрос справедливости. Михаил, я отвечу на все конкретные вопросы, которые... испуги, которые были... Это звучит сейчас как признание того, что суды никогда не отберут эти деньги. Мы даем... Должны создать соответствующий правовой институт и механизм, который будет работать всегда. Украл, и все украденные деньги должны быть возмещены быть в бюджет. Все, кто стоит и препятствует принятию этого бюджета, принятию этого закона, является волей или неволей и является сегодня пособником... Я хотел бы услышать мнение экспертов, поэтому... Я говорю конкретно тебе, я знаю, ты действительно говоришь, я не голосовал первый раз за законопроект Пашинского, и я не голосовал второй раз и третий, но после этого правительственного закона, который учел всю критику европейской комиссии... Вы нам его уже достаточно расходили. Спасибо, Максим. Говорю смело. Кирилл, а как вы считаете, без этого закона, ну не вернуть нам награбленное Клико Януковича? Надо разделять это за рубежом и внутри страны. Насколько я понимаю, внутри страны нет препятствий для того, чтобы вернуть украденные средства, которые находятся на счетах. Было одно препятствие в одном из прошлых составов генеральной прокуратуре. Счет Арбузова, потому что прокуратура вовремя не обратилась в суд по поводу его ареста, на несколько дней открылся. С него ушли некоторые средства, там буквально несколько десятков миллионов, и потом прокуратура спохватилась, ну действительно, извините, запамятовала. Ну бывает такое, ну бывает, но случается, мне кажется, что... А сразу скажите, кто-нибудь понес за это наказание? Я хочу спросить об этом генерального прокурора, он должен спросить у предведущего генерального прокурора, как, кто понес за это ответственность. Это первое. Насчет второго, насчет международного. Я не встречал в мире ни одной страны настолько богатой, как Украина, потому что как только деньги попадают туда, эта страна конфискует сразу деньги в свой бюджет. Соединенные Штаты Америки считают, что любые деньги, которые прошли через Соединенные Штаты Америки, через территорию, а это система SWIFT, потому что идет перевод в долларах, и поэтому Соединенные Штаты Америки считают любое преступление, любая проводка доллара, которая прошла, это преступление, совершенное на территории Соединенных Штатов Америки и забирает эти деньги себе в бюджет. Я хочу увидеть хотя бы одного чиновника в Соединенных Штатах Америки, в Литве, в Латвии, где ни было, которые возьмут на себя ответственность, исходя из большой дружеской любви к нашей стране Украина и вернут нам там 10 миллионов, 5, и после этого этот чиновник сядет отбывать приговоры. Есть другая ситуация. В стране есть специальный институт, который называется финансовый мониторинг, который видит проводку каждой суммы в размере 10 тысяч евро. 10 тысяч евро. И если этот орган сомневается в чистоте этой проводки, то, что это не отмывание денег, они имеют право в рамках игмонской группы, это большая группа, это как Интерпол, это международная организация, они на время имеют право остановить эту проводку. Так работайте вместе, непонятная проводка денег, собирайте совещания, собирайте правоохранителей, говорите, у нас вызывает сомнение эта проводка, и задерживайте ее, и не будет тогда проблем. Но проблемы с золотом Лазаренко, как и с золотом Палубодька, возникают, когда возникает очередной провал. Вот не о чем нам говорить, там, например, тарифы поднимают. Ничего, вернем золото Лазаренко, обязательно вернем. И народ радуется, у народа ж есть, он еще не хочет, вернемся к другому вопросу, Кирилл, не менее важному, который мы тоже хотели сегодня обсудить. Все это невозможно, и возвращение активов, и многое другое, невозможно без слаженной и налаженной работы правоохранительных органов, которая на сегодняшний день, будем мягко говорить, оставляет желать лучшего. На этой неделе состоялось несколько сразу пресс-конференций главы нацполиции Хатиды Канаидзе, из которых стало ясно, что ситуация, в общем-то, если не совсем уж аховая, то далека, мягко говоря, от идеала. В стране наблюдается рост преступности, я бы даже сказал, что эта преступность уже ставит свои какие-то рекорды и соревнуется с собой же только образца 90-х годов. Как вы считаете, почему, но на этом фоне у нас очень много громких задержаний, которые на сегодняшний день ничем не заканчиваются. Что мы наблюдаем на сегодняшний день? Реформу нацполиции или пиар-акцию по реформе якобы нацполиции? Кто готов начать? Можно я? Два слова. Продолжаем. Мы наблюдаем первую часть национальных органов внутренних дел. Это уничтожение милиции. Вот эту часть программы мы уже исполнили полностью. К созданию национальной полиции мы, к сожалению, еще не приступили. Она красивая, она молодая, она все что угодно. Это все прекрасно. Я вижу сейчас ситуацию, в которой мы попытаемся всю ответственность переложить на эту бедную хатикоды Канаидзе. Кстати, очень знаково, что министра не вышел. Он оставил женщину отчитываться за успехи. То, что в силу я не понимаю, наверное, собственной переоценкой она взвалила, будучи, извините меня, учительницей, на себя такую ношу возглавить национальную полицию в такой сложной стране, как Украина. Но сейчас будет сделано все возможное, чтобы обвинить непосредственно эту бедную грузинку. У нас есть свой опыт, у нас есть свои шикарные специалисты, которые могут действительно. Работа над реформой начата была еще там десятки лет назад. Собраны там материалы, объездили весь мир. Нельзя было такой кавалерийской атакой убивать милицию и обвинять людей. основной принцип комиссии отбирали людей по принципу того, был ли ты на Майдане или нет. Это не является критерием профессиональности. Александра, что сдала с домами Януковича, где все майно, пшенки и других. Где то, что было арештовано 5 миллионов Злачевского и золото. И золото. Перепрошу, 5 миллионов Злачевского в квартире и 5 миллионов. Все это ничего до бюджета не доходит. И спецконфискация так же я не... О, это надо виписывать. Теперь, что до того, что сказал Кирилл. Я не співпадаю с твоими впечатлениями. Я считаю, что эта реформа была очень нужна. Эта новая реформа полиции она дает надежду. Бо у нас милиция, судья страшные. В прокуратуре только начали изменения. А милиция, все же таки, давайте говорите, мы их вызываем. У нас есть надея. Сегодня большинство населення им доверяет. Александра, вы сейчас говорите о патрульной службе. Я говорю... Это тоже реформа. Это реформа, да. Это тоже реформа. Это тоже реформа. Есть проблема. Треба это пройти. Но я, сгодом с Ослундом, который выступает на Ялтинской конференции, сказал, ничего у вас не будет, пока вы не звольнете всех бывших ментов, всех судей и вот связанных с ними силовиков. Я думаю, что так оно и есть, потому что там все вот так повязано, вот так вот, вот. И иншого не дано. Нам надо этот период пройти. Но на сегодняшний день... На мой поле так. За три месяца научить человека быть профессионалом, вы как профессионал, невозможно. В Советском Союзе прапорщиков учили два года и над ними все смеялись. Извините меня, пожалуйста. Полиция это профессия, которой учатся годами, которые приходят. Идет о криминальном розыске вот о таких специальных зернофенциях. Вася Слав Гавел сказал одну фразу так, что краще 5 роков недосвеченности, ніж 50 роков саботажа. Только люди, которых убьют в результате недосвеченности, на это не смогут, пожалуйста. Люди, которых убьют в результате коррупции, их будет еще больше. В результате коррупции не убивают. Да, расскажите. Судя, гешиканта, когда он идет с мобильным телефоном, домой возвращается. Это не коррупция, это абиналдная величезная кількість людей у нас подводили невинных, коррупционеры невинных садили в тюрьму. И до чего доводили людей? Александр, ну погодите, к судебной системе у нас тоже очень много вопросов. Что бы там ни казали, что бы там ни казали, давайте нацполиция, почему, например, хромает раскрываемость преступлений на сегодняшний день? Раскриваемость преступлений хромает по одной простой причине. Когда идет определенное падение уровня жизни и когда после войны или подчас войны, это не началось. Вот на вересне будут голосовать закон по Верховному суду только. Поэтому те затримания, которые идут сейчас, в том числе Генеральная прокуратура, в том числе и НАБУ что-то там делать, это безумовный успех. Потому что этих людей раньше вообще эту ланку даже не чипали. До них никогда не доходило. У нас всегда садили только тех, кто был нелояльным. Это же мы помнимаем очень хорошо. Сейчас ситуация принципово изменяется. Треба это поддерживать и, конечно, поселить там, где этого не нужно. Это, конечно, радость, что эту ланку чипают. Спасибо. Олексій, можно, пожалуйста, запитание. Саша, ты говоришь сейчас про то, что происходят серьезные изменения. Телеканал Интер, центр города, народный депутат Украины и своими помощниками идут на передачу «Чорное зеркало», чтобы сказать про проблемы металлургии. Неведомые люди не исключено что с оружием нападают фактически на народного депутата и его помощников. Бьют моих помощников. Полиция, ни один полицейский, которые точно знают, что это, по-перше, будет происходить, потому что это планована акция, не подходят. Далее, на прошлой передаче я сказал про то, что у меня есть конкретные погрозы и намагание залякать. Я показал папирец, на котором зображировалась моя фотография и справа фотография Кернеса в инвалидном вязке и написано последнее предупреждение. Прошло два недели, никакого проведения по этой справе. Это касается народного депутата. А что говорить про пересечных граждан, с которыми это может происходить? Скажите мне, пожалуйста, что говорить? Далее, я уже заканчиваю и не буду брать больше слова. У меня есть тверде переконание. Аваков всегда использовал реформу полиции, которую занималась Декана Идзе, для собственного политического пиару. Он понимал, что Верховная Рада Украины назначила любителя, абсолютно непрофесійную людину, желто-ротого, слабкого, просто друга Яценюка, на эту посаду. И ему нужна была фальш-панель, какие-то события, какие-то презентации, чтобы там сохраниться на посаде. Без отставки Авакова и его людей с управления полиции и Министерством внутренних справ, реформа даже в полиции будет снижена, сгорнута, и это будет в результате дискредитировано. Я вам напомню, что в Верховной Раде зарегистрировано уже, я даже не помню, какой-то счет законопроекта отставки Арсена Авакова. Все вы говорите про то, что это плохо, но я не отримал от нижнего из вас уважения, что вы будете голосовать. Но давайте сейчас попробуем. Я вторым постановлю про отставку Авакова. Двучи подписывайся за подрезвину. Но что ты сразу говоришь все? За отставку Авакова этот парламент не проголосует. Потому что отставка Авакова это означает перевыборы парламента, потому что это ключевая должность для Народного фронта и он ее никогда в жизни не отдаст. Это крыша Яценюка. А без Народного фронта коалиции не будет. То же самое говорили про Яценюка, которого потом в общем-то Народный фронт сдал спокойно и остался в коалиции. Я думаю, что в данной ситуации это не так. Я бы хотел тоже сказать несколько слов о реформе полиции. Все прекрасно понимают, что это очень сложный процесс. Все прекрасно понимают, что его нужно было делать. Да, действительно, допустим, патрульная полиция внешне очень хорошо смотрится и действительно на начальном этапе на начальном этапе действительно был высокий уровень доверия. Так, как я и говорил. Два часа была проплачена, уже ничего нет. Но не может. Совершенно я согласен с Кириллом. Не могут люди, которые готовят три месяца в экстренном режиме заменить людей, которых готовили четыре года. Это должен был быть постепенный процесс. Второй вопрос. Вопрос этой переаттестации. Вот маленький пример. В Одесской области, я думаю, что во всех областях такая же ситуация, в большинстве сельских районах практически нет участковых инспекторов. Просто нет. То есть там вот колоссальные доборы, люди туда не идут. При этом на городских участках в городе Одессе конкурс на это место 25-30 человек на место. Скажите мне, пожалуйста, это зарплата 2,5 тысячи гривен. Зарплата одинакова. Да, эти люди могли прекрасно пойти. Это у нас так побороли коррупцию, мы прекрасно понимаем, что происходит. Третий вопрос. Это вопрос, почему разогнали спецподразделения по борьбе с организованной преступностью. Другие, которые действительно, реально были специалисты, профессионалы своего дела. И самый ключевой вопрос. Вот те же молодые ребята, те же молодые ребята полицейские. коллективную преступность, они ее и возглавляли. Касино, порнографию, проституцию. Александр Девенович, были разные люди. Можно еще один вопрос? Вот смотрите, когда в 2013 году били милиционеров, это говорили, это менты, беркутня и так далее. Когда сейчас, каждый день, по нескольку раз, вот включите любые новости, когда там в суде просто уничтожают вот этих ребят в такой форме и никому за это ничего нет. Каждый день происходят такие преступления и ни одного не открыто криминального проваджения. Ничего не происходит. Даже если открывается криминальное проваджение, никого не наказывают. Что должны делать эти полицейские, которым завтра дадут приказ, потом скажут, что этого приказа никто не давал. И они должны этот приказ, они его должны выполнять. Они должны защищать. Мотивировкой в том, что он был участником АТО. Ну как такое может быть? Михаил. Не может. Не может. Михаил, вы заговорили об отставке Авакова. Ну получается тогда замкнутый круг, да? Шантажируя развалом коалиции, Авакова не снимают. По крайней мере, пока живет этот парламент, как я понимаю. Тогда нам не стоит надеяться и до конца этой каденции парламента рассчитывать на реформу МВД? Ну выглядит и стакт, что у вас изважено. На стакт министра и распуск парламента не стоит рассчитывать. Это решить полиции. Если Верховный Совет, это не будет решать, то улица решит. Можливо, домовленостей у них такие усередині есть. Вы же заметили, что... Пані Александр, пожалуйста, дайте я завершу. Вы заметили, что когда стояло вопрос, что Народный фронт, что еще пожертвовал Яценюковым, а не Шаваковым. То есть, понимаете, почему? Но Аваково для них есть этот даг не их недоторканостей, потому что пока он есть, их не можно пересадить. Ни Пашинску, ни Яценюка, ни других, они криминальные дела порушивать не будут. И тому это ключевая для них фигура. Те, что сегодня в нас действительно творится полицейская держава и финансирование практически ревно-оценности с армией, до речи, на этот год армия недоотримала больше 20 миллиардов, как раз через то, что не произошло в спецконфискации, и не закупили той техники на 4 миллиарда гривен. Потому что они пожертвовали армию. Украина воюет в тот момент, когда и солдатам нужна поддержка, но на то есть на милицию отримали так, как должно быть. Почему? Потому что такое впечатление, что сегодняшняя влада больше боится собственного народа, чем агрессии из-за внешности. И поэтому так и финансируется на сегодняшней северной структуре. Те, что астрономично взросла злочинность, это правда. Сегодня и в Киеве больше 3000 пограбований только автомобилей. 700 квартир. Розкриваемость злочин не 24% а 3. Кто списывает этот плеск преступности на войну? Я хочу сказать, что тут есть общий фактор. Но первый, основной фактор непрофессионализм руководства. Потому что взявши учительку делать реформу полиции, ну, перепрошу, но это тоже складывается вражь, что у нас нет достойных гидных людей, которые бы сделали это качественно и достойно. Я на сегодняшний день не задоволен. Она керувала высшим навчальным закладом полицейским. Присвободой Шахар Ставченко, потому что не вона была спивавтором реформы в Грузии. Присвободой Шахар Ставченко, который выпустил на свободу на сегодняшний день уже не один в десяток, если не сотни рецидивистов. Они ликвидовали следственные органы. Сегодня заработка 3000 гривен, а патрульную 10 тысяч гривен. И поэтому реально нет раскрывания не пора ли что-то делать с законом Савченко? Ведь все уже бьют. Ну, безусловно, по закону Савченко... ...что десятки рецидивистов уже гуляют на свободу. По закону Савченко вы не сотни, сотни, 6800 человек освобождены за последнее время по закону Савченко, и если его не изменить, в течение следующего года выйдет порядка 65. Это факты. Тысяч человек, которые вольются в ту обстановку, мы говорим о преступниках какого рода? Мы говорим о преступниках всех мастей, в том числе за особо тяжкие преступления. Я прекрасно понимаю, в какой политической обстановке парламент проголосовал за закон Савченко, и для чего он был сделан. Я не понимаю, почему мы не должны объявить монаторий, а лучше его отменить. Я приведу один пример. Вот мы сейчас слышим то, что происходит в Одессе. Да, сегодня в Одессе неустановленные граждане попытались установить возле мэрии неустановленные палатки. В результате столкновений, которые произошли под мэрией, информационная строка «Пострадал полицейский, который доставлен в больницу». Майдан, хочу напомнить, состоялся только потому, что был такой классный лозунг «Поймите, нас достало». Я хочу сейчас на самом деле сказать про полицию. Если полицейского могут бить, и те, кто его бьют, с ним ничего не происходит, это не реформа. Если полицейского после каких-то столкновений возле мэрии увозят в больницу и больше нет пострадавших, это не реформа. Ты можешь одеть полицейского еще в более красивую, удобную и модную форму, но если полицейский не научится элементарно себя защищать, а самое главное, защищать рядом стоящего, и карать тех, кто на него наступает, то реформы не будут никакой. Я хочу сказать остальную цифру, потому что мы очень готовились серьезно на фракции по расследованию изменения законов до Савченко. В тюрьмах Украины всего 68 тысяч. Редни мои. Не спекулюйте цифрами. А вошло 5 тысяч 200. При том, которые и по амнистии вошли. Деякие наши политики вошли по амнистии, какие выходят. То есть вы считаете, что моратория на законе на воде стриматора? Дайте я закончу. Він подписывает амнистию. Я хочу сказать единственное вопрос. Может, каждый суд, когда принимает решение, если нужно внести запобежников, то на очень большие злочины. Но хочу сказать, когда я последний раз, никогда не забуду, была в Херсоне, в СИЗО, каждого, кто против закона Савченко, я готова туда повести. Там все до единого хворят туберкульозом в СИЗО. В маленьких камерах по 18 человек. Люди сидят без розгляду справ. По 8 роков. То есть это практически инвалиды, все мертвы. Решения судов нет. Давайте таким чином. Что мы домовились на фракции запропоновать? Что первый год человек, который находится в СИЗО, не действует, то есть судовая справа, после первого года находиться в СИЗО включается закон Савченко. Чтобы наши дорогие следы не сажали по замовленням людей, которые не нужны в СИЗО, чтобы это было связано. А если человек, можно поставить застережение. Но не нужно списывать и говорить этих цифр, которых нет. Мы провели это очень серьезное расследование. Андрей Кажемлякин особо Андрей Кажемлякин сделал ему дали доверие премидациарно. Я хочу подвести вас к другому. В первом часе мы говорили о рисках, которые несет для парламентской коалиции и для парламента в целом обсуждение проекта бюджета на следующий год. Далее мы говорили о рисках, которые переживет или не переживет коалиция вопрос принятия или не принятия закона о спецконфискации. В этом часе у нас разговор зашел об отставке Авакова, которая тоже может развалить. Владимир, все ли это будет пережевано парламентом осенью? Абсолютно. В этих рисках я не вижу никаких проблем для коалиции, потому что есть инстинкт самосохранения. Если Аваков уйдет, то не потому, что парламент думает. Я вам скажу, Аваков уйдет только по собственному желанию, либо когда правительство будет поменено в целом. Вот тогда это произойдет. Либо когда наши западные друзья скажут Яценюку, премьер-министру, что этот человек не должен быть министром внутренних дел. Вот тогда он уйдет по собственному желанию. Но я думаю, что сейчас в коалиции мощнейший инстинкт выживания и самосохранения. Поэтому риски распада коалиции по тем причинам, которые вы сказали, минимальны. Кирилл, а как вы оцениваете осенние риски этого парламента? Вы знаете, Аваков никуда не уйдет, потому что он прекрасно понимает, что он является, по сути, ключевым представителем Народного фронта в правительстве, и как только он утрачивает эту должность, то, грубо говоря, ему, Яценюку, можно сразу заводить самолеты. Его поменяют на представителя Народного фронта. Их скормит народ и сделает из них сакральную жертву. Он уже в свое время сидел в Италии, пока здесь было уголовное дело, он это прекрасно помнит и больше он этого не хочет. Поэтому давить на него любыми скандалами с полицией, провокациями, это все бесполезно. Это будет просто дискредитация самой реформы в полиции. Да, она на сегодня носит фасадный характер, но это, наверное, чуть ли не единственное, что можно предъявить как западным партнерам, которые вложили туда деньги, так и внутри украинского общества. Поэтому я крайне скептически отношусь, что что-то может произойти с Аваковым. Он идет ни по собственному желанию, ни по принуждению. Спасибо, Кирилл. Максим, а скажите сразу, как член правящей коалиции, велико желание у БПП сейчас отправить Аваково в отставку? Вопрос с невоставки... И рискнете ли вы? Вопрос с невоставки... Волосовать за... Вопрос с невоставки... И берут ли они ответственность за то, что он дальше будет там сидеть? Сереж, вопрос с невоставки Авакова с должности. Я просто хочу всем напомнить, если забыли, для чего начиналось реформирование милиции. По одной простой причине. Необходимо было восстановить доверие людей к своим правоохранительным органам, потому что невозможно жить в той стране, где не доверяет гражданин своей страны проворовавшимся ментам. Невозможно. И уровень доверия был ниже плинтуса. Это правда, это правда. Что касается роста преступности, друзья, безусловно, давайте говорить объективно. Да, необходимо набираться профессионализму и новой патрульной полиции. Да, необходимо и возвращать нормальных, достойных профессионалов, которых просто-напросто напугали те изменения, которые были и так далее. Естественно, если они не подпадают под закон по иллюстрации. Но давайте говорить точно так же объективно. Можно ли реанимировать УБОП? Вот тот славный УБОП, который прославляют. Мы его ликвидировали как класс. Я напомню, кто забыл. Этот же орган по борьбе с организованной преступностью и возглавлял ту же самую преступность. И наркотики, и рэкет, и бандитизм, и так далее. К чему еще нужно вернуть вам срочно доверие людей, каких вопросов, Максим? Нет, нет, нет. Это коррекция закона Савченко. И я предлагаю вернуть в законопроект о ворах в законе в парламент и набраться смелости в парламенте Украины проголосовать за признание воров в законе вне этого закона. Вы набрались этой гадости воры в законе. А что это такое? Теперь можно, я вас спокою, за два года в Одесской области степень доверия полиции, милиции, или без разницы, как мы ее назовем, не изменилась. Не изменилась. И на днях проводила нацполиция, все это в новостях по Одессе, это мы видели, проводила опрос. Степень доверия нулевая. Да, не хамят, спасибо большое за это представителем полиции, но КПД ноль. И это отмечают все респонденты, это подтверждают все. Но, ребята, мне уже жалко стало Авакова, о котором так много говорят, мне жалко тех полицейских, которых бьют, да, сочувствую. Но пожалейте вы украинцев, пожалейте вы простых одесситов, простых там жителей Полтавы. Вы извините, у нас реформа нацполиции имеет две стороны, публично, красивые, красивые мальчики, девочки, но не в лайках, счастье в Фейсбуке сфотографироваться с ними. Это одно. А тот разгул политической преступности, бандитских формирований, тот политический рэкет, на который МВД сверху, донизу закрывает глаза. А вы пример приведите, политического рэкета. Абсолютно рассказываю вам пример. У меня друг, друг моей семьи, занимается полиграфическим бизнесом лет 15. Как в любой такой компании, вы заходите и смотрите, все, чем занималась эта компания, я там выпускала, начинаю. Очень коротко. Очень коротко. Зашла одна клиентка, увидела у него на столе маленькая такая установочка, два флага, русский и украинский. Через час к нему набежали, через час к нему набежали самообороны и прочие ребята в камуфляже. Это не политический рэкет, извините, это проблемный вопрос. Еще через час, еще через час, пришли и сказали, мы тебя прощаем. Как бы реагировали? Как бы реагировали? это не политический рэкет. Это политический рэкет чистой воды. Хотя люди считают, что это терроризм, я не считаю, я считаю, что это обычный политический бандитизм. Это рэкет, как было в 90-х годах. Удастся ли нацполиции побороть рост преступности? Этот вопрос мы задавали нашим зрителям, пока длилась наша дискуссия. И те, кто нас смотрит и имеет возможность проголосовать на сайте подробностью, следующим образом ответили на этот вопрос. Да, верят около 14 или 15 процентов тех, кто проголосал. 85, к сожалению, в реформу нацполиции, грубо говоря, и в то, что удастся побороть рост преступности, не верят. Цифры на самом деле печальные, но зависит это все не только от нацполиции и от вас, здесь присутствующих, от вашей работы в парламенте, от тех законов, которые вы принимаете. Я не устаю вам об этом каждый раз напоминать. Спасибо вам, что пришли сегодня. Спасибо вам за эту непростую, но интересную дискуссию. Спасибо зрителям, которые в такой поздний час были с нами. Мы встретимся с вами ровно через неделю, в пятницу, в 21.00, в программе «Черное зеркало». Буду ждать каждого из вас. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова